Сегодня у нас 25 июня 2019 года. Татьяна Салмановна Мактун, Сейфудин. Я такая красотка, суперзвезда. Времени у нас 19 часов 52 минуты. Так что загружаю видео на мой канал YouTube. Татьяна Салмановна Мактун, Сейфудин. Вы на английском языке выбираете мое имя. Варю, теперь щи. Щи варю. Сейчас с Василием Гриановичем разговаривала. В общем, рассказала ему всю эту историю по поводу этого азбуки Морзо, стучания. Короче, в мою 92-ю квартиру этого соседа. Сегодня там его дверь покрасили. В общем, Борис Николаевич мне сегодня сказал, говорит, вот, 73-й квартиры. Вот, я вышла, думаю, смотрю, никого нету. Вот, потом, думаю, что, наверное, тут дверь, как-то там, дверь около лифта. Вышла бы там посмотреть. Смотрю, мужчина красит валиком такой светлой, краской дверь. Вот, я у него спросила. Он стучал, он спросил, что нет, соседа стучал. Ну, вот это как раз видео я загружаю, загружаю, где я рассказывала об этом. Загружаю на мой канал YouTube. Так что, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Варю щи. Так что, вот, варю щи. Сейчас запокажу вам ведоны. Запокажу ведоны из окна. Так что, вот, варю щи. Сейчас порежу овощи. Порежу овощи. Запокажу ведоны. Присперусенька муху ловит. Присперусенька моя красотка. Так что вот. Александрова Татьяна Юрьевна, моё новое имя, учистое и фамилия. Татьяна Салмановна Макту Сейфудин. Это я. Это я. Родилась 20 июня 1972 года в городе Ленинграде. Так что вот. Машина 590, чёрная, подъехала. Падала тверденька. Но эти мямуси, ах, эти эротические хождения с просперуси, эти вечерние эротические хождения с просперуси, ах, эти вечерние эротические хождения. Так что вот. Ну, такие вот дела. Моя обезьянша, моя девочка. Моя красота. Присперусенька, учимся ходить на подиуме. Присперусенька, беру тебя вот так. Вот, Присперусенька, давай-ка, внедряйся в программу этого Брэда Форте. Внедряйся в эти мухи и приходи смотреть на муху, Присперусенька. В общем, этот глаз, горящий глаз, Присперусенька. В общем, это заинтересованность, Присперусенька. Изображаем эту заинтересованность. Присперусенька, смотреть на муху. Присперусенька, муху будешь потом ловить, Присперусенька. Это на подиуме, выхождение на подиуме, Присперусенька. Я тебя беру и мы с тобой ходим. Проспируссинька! Проспируссинька не хочет? Муха! Эта муха влетела. Проспируссинька! Проспируссинки не хочет! Проспируссинька! В общем, Паспируска она сама по себе, Паспируска. Что такое? Паспируси? Это тот показ Брайна Портео, Паспируса. В общем, Паспируска, что она тут такое бастует немножко. Паспируссенька. Муху. Паспирусска задерстована мухой, ну, все, все, ладно, ладно, Паспирусенька. Ладно, в общем, лови эту муху, лови ее. Ахх. Ох, это такая красотка, води, не заторву шляпу, води, эту шляпу, эту шляпу, какую-то шляпу, эту шляпу накинуть, эту шляпу, эротически накинуть шляпу, ох, какая красота, ох, какая красота, суперзвезда. Так что вот, я такая в шляпе, в общем, мужчина, мужчина с пакетиком идет, другой на велосипедике едет, вот тут женщины идут, так что вот, вот такие вот дела. Машина 168, женщина с пакетиком, так что вот, в общем, эти ведоны, вот на самокатико, на самокатико, просто. Вот такая шляпе, в шляпе суперзвезда. О, здесь, смотрите, уже высохла, я поливала, высохла, нужно еще сейчас, полью здесь водичкой, водичкой полью. Так что вот, что тут такое, в общем, жду мой грант, 10 миллионов долларов, наличными деньгами. Так что вот, конечно, надо бы летнюю шляпу, но такая летняя коллекция шляп у меня там, это в моей мейлинге, в моей мейлинге, мне там участие вдала, особенно я учу, еще в прошлом, в прошлом году, в общем, летнюю шляпу, какие у меня там, любые шляпы, такая, ну, что, такая тоже, по-моему, к этому наряду, так можно не надеть, понимаете, да? Так что вот. Еще ведом снова балкона. Вот машина, 467, подъехала. 201, проехала машина. Так что вот. Ох, я такая в шляпе. Ох, я такая в шляпе. Красота. Такая просто супер красота. Такая супер, просто супер, супер, красота. В общем, щи. В общем, щи у меня будут с этим, сейчас я вам покажу, с чебицы. В общем, щи у меня с чечевицы. Щи с чечевицы. Так что здесь я, все, сейчас картошечку, картошечку с морковочкой я уже помыла, уже помыла, все, ручки помыла, еще сейчас порежу, порежу, положу, в общем, чечевица балится, капусту порежу, так что вот. Добавляем. Добавляем. В общем, Василий Виллианович, мне не говорит, что проходили, а сегодня будлять. Я говорю, нет, я говорю, еще гулять сегодня не хотела, я говорю, дома, в общем, дома я как-то, в общем, вот так вот. Вот, сполосну еще ножичек, сейчас сполосну ножичек. Он у меня все каждый день спрашивает, Василий Валянович у меня все каждый день спрашивает по поводу, ходила ли я гулять и собираюсь ли я пойти на улицу гулять. Вы знаете, что я как-то, как-то, знаете, поскольку столько лет здесь вот там пешочком, пешочком здесь гуляла, конечно, быстрой ходьбой занималась, много лет, об этом я уже писала, и в мою биографию можете посмотреть. В общем, здесь подолгоозерный, ну, где храм, храм строят, вот, так что вот как раз, вот, знаете, отсюда, с моей квартиры, туда, туда вот к этому храму, который строят, и туда, там, знаете, вот, речка какая-то, речка, ну, в общем, ее вот так вот это опогнуть, вот, такой пешеходный, пешеходный маршрут и обратно, так что вот. Я вам сказала, что нет, вчера, говорю, в магазин ходила, вот, вот, сегодня гулять не ходила, он все спрашивает, нужно гуляться. Я говорю, Василий Дмитриевич, ну, знаете, что, в связи вообще с, ну, вы читали, почитали мой лайфджон, и вообще, что я пишу, и так далее, вот, как-то вот так, с этим, честно говоря, с этим я проветриваю, чтобы у меня свежий воздух, были окна, вообще, честно говоря, если учесть, что нужны положительные эмоции, спортом заняться, ну, физическое такое, вот это, это лучше, конечно, знаете, вот, открыть окна, проветривать, чтобы чистый воздух был, и танцами, вы знаете, что у меня вообще в программе танца, если учитывать, что это ходьба, это ходьба для, так скажем, для здоровья, вот, то, конечно, знаете, вот свежий воздух, открыть эти окна, вот, и заняться, но уж, видимо, эти танцы, включить крах хорошую музыку, и танцами заняться, это и спорт, и физкультура, и здоровье, и для настроения, и драйв, и кайф, вот, понимаете, да, так что, вот. Ну, в общем, режу я картошечку, загружаю в видео. А так, конечно, знаете, вообще-то с удовольствием, вообще-то с удовольствием, знаете, знаете, как эту шляпу надела, какое-то вот это вот летнее красивое платье наделось, какую-то шляпу, и, честно говоря, я бы, вот, конечно, выехала, ну, вот, на машине или на такси, вообще, конечно, на своей машине, которой у меня пока нету, вот, конечно, я бы выехала, знаете, по этим экипажам, эти старинные какие-то экипажи, слышать ложь, диражить, вот, какие-то шляпы, такую по старину, но, честно говоря, учитывая современные условия, на машине, я, конечно, выехала на машине, как раз вот вечером, куда-нибудь в парк, или в Петербург, там же, или в Пушкин, и, конечно, вот, туда вот выехала, вот там, где я прогулялась, по парку, и обратно, ну, конечно, не сюда, конечно, если мы шикарим, какой-то дом, особняк, в общем, как-то вот так, в общем, честно говоря, вот так вот прогуляться, вот, или на каток, я уже сказала, что собираюсь заняться вот эти вот крышки в петербурном катании, даже не знаю, или в этом особняке залить, чтобы был каток уже дома этим заниматься, или куда-то там на каток выезжать, в общем, как-то вот так, вот, понимаете, да? Вообще, вот выложила я вам Салмана Алсауда, принца, в общем, там, какой-то медаль у него там награждали, в общем, что-то там, какие-то медали, в общем, выложила вам я эти видео, вот, обратите внимание, там, что-то, понимаете, без награждения, понимаете, огромный зал, что-то не оперный, какой-то оперный зал, там, в общем, вот эти вот народы, в общем, публика, я так понимаю, в общем, там, это, в общем, речи Салмана Алсауди, в общем, что-то там, какие-то награждения еще, и вот такой прям, вот, на одежде вообще есть такой красавец. Ну, вы понимаете, да, на что я намекаю? Я так понимаю, предложенный грант в 10 миллионов предполагает какие-то, вот эти, вот, честно говоря, вот, что-то вот это вот такое, что-то торжественное, такое вот супер, знаете, вот это торжественное, ну, вы понимаете, да? Татьяна Салмановна, пожалуйста, вот ваши деньги в 10 миллионов долларов, в общем, вот так вот. А не так, что, знаете, зашлите нам, зашлите вот это вот на оформление, еще 45 тысяч, и вообще совершенно в такой форме, понимаете, как будто бы я вам что-то должна, понимаете? Еще раз говорю, сговариваю, вот же, Цакон Тони, что я вам еще что-то должна. Сколько они? Два года вот это вот. Ну, такие мои рассуждения, услуги, понимаете? А вообще, конечно, вот эти, вот эти, музыцирование, надо фортепиано, пиамино, что-то такое купить, в общем, честно говоря, ну, или вот по интернету еще брать, в общем, уроки, музыцирование, петь, я собираюсь еще попериться, в общем, заниматься, понимаете? Вот это вот, не просто, там, вы сходили погулять, понимаете? Сходить погулять, ну, это, понимаете, вот это вот, выехать уже на шикарную машину, какой-то шикарный парк, там, повышать свежим воздухом, пройтись, не слазиться какими-то цветами, чем-то шикарным, вот. Заняться фортепиано, знаете, заняться музицированием, понимаете? Брать в руки вокал, петь, заняться фигурным катанием. Ну, и, конечно, жить в шикарных условиях, достойно, в процветании, в шикарном доме, там, знаете, комната 25, комната 25, этажа в 3, и, ну, чтобы все это убирали, чтобы это все, чтобы это все готовили, чтобы это все, да, ну, не сказала, в общем, как-то вот так. Это гараж машин. Очень скучать не будут, эти машины, наверное, вряд ли у меня будут скучать. Я могу тогда на разных, разного цвета, разные, в разные дни поезжать на мои прогулки, понимаете? Сегодня вот такого цвета я хочу в мою машину выехать в этот парк, на такого цвета машине, чтобы она подходила к моему вот этому платью, чтобы она подсветила вот это платье, чтобы она гармонировала этой машине, вот, понимаете? Ну, великолепно. Так что, вот, вот такие вот дела. И, конечно, экологически чистая еда. Понимаете, экологически чистая еда, вкусные, свежие продукты, знаете, это огромное количество овощей, фруктов, как я дыни люблю, вкусные вот эти вот, вкусные дыни, как я люблю клубнику, черешню, позже мой. А вот эти вот, в Таиланде я была, а ведь это таиландские фрукты какие-то, совершенно необычные. Так что вот. Это каждый день, понимаете, как я в Америке, на завтрак у меня такие эти мюсли, органик мюсли, это органик молоко, органик кофе, органик бананы, вот, черника, правда, не совсем органик, в общем, каждое утро у меня было черника почти, в ассортименте виноград, черника и клубника. Еще такие вкусные конфетки Рафаэлла, я привыкла так завтракать. И потом уже книжками, потом уже книжками заниматься, потом книжками заниматься, вот я написала книжку «Тайная психология. Секретра, богатства и просветания». Это я. Так что вот, я автор книги. Потом я так где-то часов полдвенадцатого, полдвенадцатого, потом я такой ланч, час-два. В общем, знаете, я покупала такие органик зелень, салат, органик салат, или уже помытый, это у нас специальная такая штучка была, так быстренько помоешься, порежешь, так это все быстро, там все так это быстренько. В общем, такой салат, салат с помидорками, такие маленькие помидорки, маленькие помидорки, суши, суши с авокадо, вот, супчик, машин суп, ну, я, в общем, почти каждый день так питалась, ну, так, плюс-минус, там, какие-то вариации такие, вот, так, в общем, вот так, машину суп, вот, потом эти органик фисташки, органик фисташки, органик сок, органик сока, там, дайте, разный немножко сок я покупала, он, а, в принципе, апельсиновый, так что вот. Ну, и вечером, там, как-то, за 20 часов особо не надо, и вечером на спиритул-йога, теперь, например, на Хаммере или на Мерседесе выйти на спиритул-йога, позаниматься, сначала в фитнесе, потом, ну, наверное, на тренажерах, потом-то, эфир, спиритул-йога, вот так вот, ну, и снова домой, на фестивальский урок, будут, как и аптекут, так что вот. Опять книжечка, ну, сразу после вот этого, ну, кушать, конечно, и нет, 2 часа тоже не было, а потом уже вечером, ну, там, вечером какие-то фрукты, там, сделать себе смузи какой-нибудь такой вот, или клубничку покушать, так что вот, и такие вот дела. И обязательные упражнения на пресс, обязательные упражнения на пресс, на ноги, прыгать на батуте, ну, не каждый раз, я так уже, уже так это, ну, в общем, потом уже увидела, что там батут есть, так что вот. А так, конечно, обязательно на пресс, на спину, на руки, на ноги, в общем, что-то, осаночка, в общем, все как положено, все как положено, в общем, вот так. Это что, это я вам рассказываю о чем? А, это лайфстайл, это лайфстайл, о котором я, в принципе, ну, вот, то, что вы про Америку говорили, я так жила 4 года, вот, ну, это, в общем, как-то, вот, вы понимаете, да? И все это в спокойном состоянии такого вот этого, такой вот спокойной, равновешенной, счастливой, с гармоничными мыслями, вы понимаете, да? Так что вот, карточка, вот эта карточка, знаете, вот эта банка, Банков Америка, Банков Америка. Можно еще до этого заехать, там, да, в магазин, короче, там магазин посмотреть, что-то такого новенького, ну, правда, цитовать, там, у них немножко пачи, там, сколько там, тысяча долларов в месяц, мне появились, являлые мои расходы, это помимо еды, тысяча долларов в месяц, чтобы я могла их с ним тратить, как бы, вот. Так что вот, такие вот дела, у нас были отдельные, у нас была совместная с ним карточка была, Банков Америка, на которую он, там, уже, это полторы тысячи долларов, это на еду, что я покупала еду в органах шопах, вот. И отдельная моя карточка, только на мое имя, Александра Летена Юрьевна, это вот уже мои киличные деньги. Так что вот, такие вот дела. В общем, что, кладу я картошечку сюда, уже кладу, кладу в супчик, супчик сейчас у меня варится. Супчик варится еще, туда нужны водички чистенько нацедить. И никаких отрицательных эмоций, никаких отрицательных эмоций. Как он говорил, Майку, который там любил в Вермонте, у нас там дом на троих был, на Пэйле, на Майке и на меня. С Майком он там в школе, где там вместе учился. Короче, там у него есть какая-то подружка, что-то как-то, знаете, вот это, с лошадьми его подружка, у подружки ребенок, девочка такая, подросток. И они что-то как-то любили, там, что-то, не знаю, какие-то там, какие-то разборки устроили, хотя, честно говоря, я даже не знаю. Но Пэйле ему говорил, что когда мы приезжаем, вот мы с Татьяной приезжаем, чтобы никаких вот этих вот ни разборок, ни кричаний, ни вот эти, тишина, короче, тишина, мы приехали, тишина, уехали, там уже вы, там как-то вот это, вы поняли, да? Так что вот, никаких этих ораний, никаких вот это, спокойствия, тишина, зачем эти отрицательные, вот это вот не надо, повышение вот этого голоса, все вот это, знаете, вот это вот в гармонии и счастье, понимаете, да? Выезжаешь в гармонии, в счастье. Так что вот, мы с ним там, это выезжали, там, рестораны, ресторан мы также выезжали, так с Пэйле, вот, иногда там вот это Пэйле готовил, в этом Вермонте, с майком они там готовили, иногда готовили там, мы кушали, а так, в принципе, мы там в ресторан с Пэйлей выезжали, Так что вот, Шерен Бермонт, ресторанов там, такой ресторанчики, или там, знаете, такая вот еда, которую можно прям, знаете, типа, типа такой вот, там готовят, типа такого магазинчика готовят, можно на вынос взять уже готовую еду такую, вот, а может, какие вкусности мы покупали, что-нибудь такое вкусненькое. На машине туда приехали, с этими собаками, ну, на выходные там, когда мы поедем, но мы не так часто ездили. Насладиться дорогой, пока едешь, там насладиться пейзажем, а какие там горы, какие там пейзажи, какая там дорога, боже мой, вот это вот просто, это просто шикарно. Вот, когда мы здесь теперь вспоминаем, вот, тетенька здесь гуляла, вот, когда я здесь по два часа гуляла каждый день, нам тоже спрашивали, что вы из Америки уехали? Я тоже, знаете, тогда подумала, это вот так вот, вообще, в принципе, вот так вот жить, вот так вот, шикарно, вот это все. Конечно, вот сюда вот, вот это вот, приехать вот это вот, сюда приехать, здесь вот так вот ходить, короче, короче, в любую погоду здесь часами. Ну, ну, и что, я быстрой ходьбой, я быстрой ходьбой тут занималась, ну, что, как-то, как-то вот так вот. Ну, что, быстрая ходьба, она полезна для здоровья. Здесь, в общем, тоже свои какие-то плюсы, в общем, конечно, нужно ловить, быть благодарным за то, что есть, как-то вот так, я уже как-то вот, ну, более подробно я там вам расскажу, расскажу. А, кстати, вот, еще вспоминала, вы знаете, мы с Перри выезжали на конференции, ну, помимо того, что у нас было второе свободное путешествие, помимо того, что мы ездили во Флориду, к его брату Тодду и Тине, и к детям, да, у них, это вот, Тодду дома в Флориде, вот, и в гости мы там налетали. Вот, потом мы летали на самолете, куда-то, в какой-то штат, в общем, там, на свадьбу, кориного друга, который уже к нам приезжал, к ним урок, к которому Перри учился там, ну, где-то там, в школе, где-то, в институте, может быть, тут, врач, врач, в общем, короче говоря, потом что, потом мы выезжали в Флорид, вылетали на конференции, вот, на конференции, вот, на конференции, вот, на медицинские, вот, у собаки, у Перри же три собаки, две кошки, и он напросилась, там есть такая услуга, в общем, женщина некоторая подрабатывала, такая, Хэнсел, я даже, я ее никогда не видела, Перри оставляла ей чек, Пэй-чек, вот, в общем, давал инспекцию, наверное, по телефону, Хэнсел, женщина, повторяю, в общем, я ее не видела, но она сидела с собаками, то есть мы ее уезжали, Хэнсел сидела с собаками, вот, ну, мы приезжали, короче, человека нету, в общем, она, наверное, как-то вот была, вообще, собака с собаками, собаками занималась, пока нас нету, в общем, человека нету, приезжали, в общем, порядок, ее нету, собаки на месте, вы понимаете, да, то есть, в обедике этот см veure, ну, как бы, на кого трех собак оставить, То есть, в общем, он переставал ей пейджет, ну, за ее услуги, потому что она там с собаками, это время, пока мы уезжаем, мы его с ними там, так что вот. Ну, вот знаете, доверяя вот такой дом без ключей, если мы говорим, у нас только комнат, ну, там у нас, конечно, гостевые спальни, но, знаете, вот так вот доверяя дом, конечно, там одежда, там вообще, в принципе, наши спальни, в общем, как-то и мебель и все, в общем, доверять кому-то, конечно, это по-русски, в общем, честно говоря, потому что, наверное, в Америке это как-то принято, я даже не знаю, что в Америке это нормально. В общем, супчик, варю супчик, варю супчик, в общем, варю супчик, порезала, порезала я уже. В общем, супчик варится, капусточку порезала я. Так что вот, отец Салмановна Макту, Сэй Фудин, это я, это я, такая красотка-богиня-звезда, красотка-богиня-звезда, может, еще больше порезать капустки, даже не знаю, ли хватит на такой вот, вообще, капустки, еще больше порезать. Готовить я там практически не готовила, пару раз, пару раз в борщ варила, пару раз за 4 года варила борщ. Так что видео загружается, 2 часов 25 на минуту, 25 июня 2019 года. Так что вот. Ох, я такая красота, суперзвезда. Такая суперзвезда. Мой паспорт, действующий российский паспорт, была Александра Татьяновна Юрьевна. Вот я официально поняла у нее имя, учителя и фамилия, на протяжении Салмановна Макту, Сэй Фудин. Мой паспорт, паспорт 2018-1916-го угла для России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В основном, в основном 2018-го года, код подразделения 680-041. Так что вот. Так что вот. Так что вот. Так что вот. Ох, я такая красота. В общем, книжка, которую я написала. Вот. Книжка. Петриолет разбыт. Показываю документы. Сколько там? 5 843 рубля. Я должна здесь Петербург разбит. В общем, документ Петербург разбит. Что тут? В общем, сидела я без этого. Без электричества. Это вот приказ, что 10 января 2019-го года, очередной раз, включили мне электричество в мою мэнги, которую я купила в гостинице Пая, Андрея Куниша, по документам Беохины Татьяны Сергеевны. 5 марта 2017-го года. Санкт-Петербург, Петербург, Менделеевская. Велодина М.ПУДИНТО Н24. И он уже мой продаю. Допустим, я на этом уже показываю. Так что я вам сейчас уже покажу. В общем, вещами вывозить мои надо. А, ну как в приемке передачи. Вот. С моей подписью я расписалась раньше по-другому. Так что вот. Потом я изменила мою подпись. 5 соглашение о конвенциальности. Мы с Михаилом Фриманом. Так что вот. В 2016 год. Меморал, мы заимопринимали. Я нашла Михаилом Фриманом. Собираюсь эти деньги получить. В Китайском банке 10 миллионов долларов. 3 миллиона мая. Сейчас, знаете, это 2. Сейчас расскажу 3. 3159247. Это мой грант и был сертификат. Грант. Этот сертификат на данный 10 миллионов долларов. Я получила в 2017. Мы также собираюсь получить эти деньги наличными. И потратить 80% этих денег на очередную жизнь. Что тут еще такое? Коммунальные платежи. Смотрите. Это коммунальные платежи. Я думаю, что коммунальные платежи. На особо тут 8000 рублей. А это вот. Мой оригинал. Документ о разгоне с моим бывшим мужем. При нас в Данските. Мы разговаривались через суд. Штат и Каневтикут. В 2008 году. В июне месяце. Я лично тоже присутствую. Так что это официальный документ. На что мы разбросли. С постелем. Так что вот. Вот такие вот дела. Документы. И моя книжечка. Моя книжечка. Моя книжечка. В общем. 4 года. В общем. 4 года с утра на вечер. С утра на вечер. Вот. Я писала ему эту книжечку. Ой. В общем на самом деле. Цените каждый день своей жизни. Радуйтесь, смейте, веселитесь. Любовь, радость и доброта. И так привлекают нам могущественные силы вселенной. Вот так. Вот так. Радость, счастье и любовь всегда с нами. Мы творим добро. Излучаем радость. Концентрируемся на красоте. Дарим счастье и делимся любовью. Значит так. Разум природы работает легко, без всяких усилий. Беззаботно, гармонично с любовью. И когда нам становится подвластной силой гармонии, радости и любви, мы убиваемся успеха и удачи легко и без всяких усилий. Депак Чопра. Жил у нас Петя Мудрец. И все, кому удалось общаться с ней, поражались им все и жизнерадостным наук. Он жил так, как будто каждый миг для него был праздником. Но вот однажды ученики решили спросить его, в чем же его секрет? Каждое утро, проснувшись, я делаю выбор в пользу счастья и радости. Хотя у меня есть выбор, я могу выбрать и страдание. Каждый свободен в своем выборе, ответил Мудрец. Скажите себе, что с этого дня вы счастливый человек? Ведь что такое счастье? Это внутреннее состояние. Поэтому счастье всегда с нами. Ищите радость в мелочах жизни. Радуйтесь каждому мгновению. Замечайте любые, пусть даже маленькие поводы для радости, любые позитивные изменения. Радуйтесь им. Обсуждайте их. Благодарите. Благодать Господа не сходит на вас. Когда вы танцуете, а не стоите в полном ученика. Бог любит жизнь. Он есть жизнь. И каждое мгновение на твоей жизнь пишет Самуай. Читаю. Читаю. Акнижку вслух. Счастье, блаженство и радость притягивает к нам все хорошее в том числе богатство и процветание. Понимаете? Да? Просто шикардос. Скажи себе, я источник любви, радости, счастья и света. Так есть и будет всегда. Способность просто излучать свет изгоняет негативный опыт. Как из вашей жизни, так и из жизни всех, кто находится в вашем госпитическом поле. А когда вы приносите высококачественные энергии туда, где есть энергия с низкой частоты и вибраций, проблемы мгновенно рассеиваются. Потому что тьма это просто отсутствие света. Пишет один из моих любимых авторов Уэн Дайер. Понимаете, да? Так что вот. Пишет один из моих людей. Пишет один из моих эмоций. Пишет один из моих людей. Пишет один из моих людей. А вот и на все. В этих частотах никакие негативные энергии, зла, спорча, зависть и злоба не могут причинить нам вреда. Энергия нашей любви, радости и света отталкивает все негативно. И этот негатив возвращается к тому, кто его послал. Вот так. Наполняйте ваше пространство и любовь. Станьте источником света и добра. Пусть ваши слова и мысли будут энергетически наполнены радостью и счастьем. И вы увидите, как изменится ваш мир и ваша жизнь. Расширяйте поле доброты, любви и сострадания. Внушайте себе, чтобы вы все сильны. Создавайте вокруг себя ауру любви и блаженства. Вот. Ауру любви и блаженства. Ауру любви и блаженства. Так что вот. Говорите добро, говорите благо, будьте щедрыми. То есть едет щедро, щедро и поживот. Десятина. Тоже очень важный момент. Десятина. По поводу благодарности. Будьте честными, поступайте по велению сердца. А вообще какие главные книги? Слушайте, главные книги, а знаете, главная, главная моей книги. Ну это просто, знаете. Мы сами творим свою судьбу. Я рождена, стать богатой. Великая тайна, тайная вера. С верой возможно все. Его величество слово, сила и магия слов. Освободите свое сознание от негативных, от ограничений, негативных установок. Как убедить себя, стать богатой. Привычка привлекать процветание и изобилие во рту, но используя положительные утверждения. Сила аффирмации. Язык процветания. Вы учите себя говорить и думать на языке процветания. Вселенский закон изобилия. Восьмая глава. Я люблю деньги. Девятая. Финансовая независимость. Мудрая и спряжение деньгами. Десятая глава. Возборьте вашему предназначению найти вас. Высокие цели тянут нас вверх за собой. Десятая. Одиннадцатая глава. Все будет так, как разум не свершилось. Учимся творить, творчески используя наши внутренние ресурсы. Двенадцатое. Что делать с кем-то тут? Двенадцатое. Покажите своему сознанию новую модель поведения. Ваша новая индивидуальность. Повышаем качество и комфорт в жизни. Почувствуйте свою значимость. Пятнадцатая глава. Денежный магнит. Я магнит для денег. Шестнадцатая. Я решила стать богатой. Семнадцатая. Отрицательные эмоции, жалобы, зависит от того, что нет. Восемнадцатая. Освободите свое сознание, свой дом и свою жизнь до прихода под цветами и изобилием. Двенадцатое. Сердце, наполненное благодарностью, способно творить чудеса. Пусть благодарность станет частью вашей жизни. Двадцатая. Позитивное мышление. Учитесь видеть во всем хорошее. Там, где я, всегда все удачно. Двадцатая глава. Окружите себя успешными, доброжелательными и принимающими вас любви. Двадцатая. Не бойтесь, ибо я всегда с тобой. Страх и сомнения, волнения. Не бойтесь, ибо я всегда с тобой. Страх и сомнения, волнения. От жизни здесь и сейчас. Двадцатая глава. Жемчужина, отжаление и счастливого мгновения жизни. Двадцатая. Четвертая. Радость, счастье и любовь всегда с нами. Творим добро, излучаем радость, компонентрируемся на красоте, дарим счастье и делим все любовь. Двадцатая. Двадцатая. Научитесь относиться к жизни с доверием, расслабленным и спокойным. Паралевское спокойствие. Двадцатая. Будьте честны и поступайте по велению сердца. Двадцатая. Карта желания сокровать. Как простая картинка может изменить жизнь? Как простая картинка может изменить жизнь? Двадцатая. Закон благотворительности. Закон отдачи и получения. Так что вот. Закон отдачи и взима. Закон отдачи и взима. Закон отдачи и взима. Закон отдачи и взима. Я перек американу по гостям отдачи. Я удивлюсь большое счастье и я уважаю в днику. Написано, что в основах Соломона, который был богатейшим человеком своего времени, Ну и гениальная, конечно, гениальная Джонско Мерфи. Когда весь мир говорит вам, что это невозможно, этого никто не может сделать, а человек с дисциплинированным сознанием отвечает, что это уже сделано. Вы понимаете, да? Судя по всему, опять вот это в начале, я в начале курса, да. Когда все вокруг говорят, что это невозможно сделать, человек с дисциплинированным сознанием отвечает, да, это уже сделано. Так что, ну, просто гениальный. Слова Джонско Мерфи. Что супчик, там уже капусту, уже капусту класть, так что будет это вот. Значит, я это отнесу. Я это отнесу. Супчик, сейчас буду кушать супчик. Супчик варится. Значит, я тут ремешко убавила. Супчик, супчик, супчик варится. В общем, кладу, кладу я, кладу сюда капусту. Я так же посолила, здесь у меня загружается, видео у меня загружается. Посолить я здесь, а, кладу сюда, наверное, поставлю, чтобы это видео было. В общем, капусту, капусту я положила. Супчик, 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 просто кладу сотень. Супчик, просто кладу сотень, спорядочек, чтобы был порядок. Может быть, еще помидорку положить. Помидорку, в общем, так проверяю. Еще помидорку, в общем, положить. Супчик, супчик, супчик. Поварюшечка. Где моя поварюшечка была? Преаза, посмотри, здесь еще где-то посолили помыть. Ну да, поварюшка не должна быть, где-то здесь мыть. Поварюшечка. Так, где поварюшечка? Ваня, сейчас я споросну. Шляпу я засниму, шляпу я засниму, сейчас. Я уже не поняла, куда поварюшка-то взялась. Поварюшка. Поварюшка. Ох, сейчас надо будет отремонтировать, еще упала эта штучка, сейчас я ее отремонтирую. Где моя поварюшка, вот поварюшка. Сейчас нужно отремонтировать кран, срочно, причем отремонтировать срочно кран, поварюшку я нашла, кран немножко сломался, немножко открутился. Так. Сосед, что-то вокруг, мне нужно посмотреть, как кран произошло. Ох, что-то кран. Пусть перейти на кран. Что у нас тут с краном, я не понимаю, вот здесь кран, он отлетел, как сел. Ох. Что-то как-то не капчу, не поняла, что-то, как тут мы будем прикрутить. Ох. Ох. Продолжение следует... Прикрутила я кран. Прикрутила. Ох, вода, вода. Прикрутила я кран. Ох, прикрутила. Сейчас буду мыть поварёшку. Сейчас буду мыть поварёшку. Вот этим ферри. Нежные ручки, которые я купила вчера в магазине. В общем, чем она пахнет? Это ферри. Прикрутила я кран. Прикрутила я кран. Супчик варится. Варюшку я отмываю. Супчик варится. 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 Сейчас кулачу на тарелочку, думаю, буду набивать себе в ночь, в ничьи, в ничьи. Продолжение следует... 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 Так что вот такие вот дела. Вот такая красотка, богиня и звезда. 20 часов 55 минут, 25-е ивне 2019 года. Ну что, надо же отсюда еще майонезика. Надо будет еще майонезика выложить в клетанки. Майонезика. Так что вот. В общем, с чечевицей, в общем, с чечевицей. Майонезика еще посолила, даже не могу понять. Соли может быть не хватает. Хотя вот достаточно посолила. Может быть соль не достаточно соленая. Так что вот. Такой свежий супчик. Так что вот. Сюда куда поставить? Поставить. Сюда? Поставить. Что кушаю. Как-то вот так. В общем, такая красотка, богиня и звезда. Так что вот. Ну, кстати, вот документы. Страховка медицинский полис. Вот, поскольку мы перри. Перри Дански, в общем. У меня было на имя Татьяны Дански. Вот. Медицинская страховка. Так что ладно. А так все остальные документы. Это моя. Моя, моя, это, грин-карта. Вот. У меня была постоянная американская грин-карта. Моя послала им. Моя послала им. Мои координаты. Мои координаты. Американские тоже. Номер. Номер. Мои координаты. Мои координаты. Вот. Моя постоянная грин-карта. Так что вот. Номера. Так что вот. Имейте это берем. Но эта грин-карта уже закончилась. У нас сначала была временная грин-карта. Вот. Потом постоянная. Потом постоянная грин-карта. В общем, в принципе, я даже как-то собиралась американский паспорт получить. В общем, как-то были наши планы. Ну, как-то так получилось, что туда и обратно не поехала. Ну, я вам уже рассказывала. Вот. А так я думала получить, в принципе, американский паспорт. И иметь двойное гражданство. Вот. И американское. И российское. Такие планы будут. Вот. Ну, эти, знаете, вот эти номера. Грин-карты. Я же написала эти номера. Эти мои номера. В общем. А в моей биографии. Вы там читайте. Вот. 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 В моем life journal. Может быть это важный момент. Ну. Важный момент. Грин-карты, которые уже закончились. Я же не знаю. Грин-карты. Так что. Вот. Ну, и потом снова. Может это надо будет писать. Знаете. Вот. Брендирование. Потому что. Как же там. Там, знаете. Вот. Я говорю. Карта. Она даже с отпечатком пальца. Там не просто вот этот что-нибудь. Как можно гулять вышел. Там же даже вот с отпечатком пальца. Понимаете. С отпечатком пальца. Это уже как бы. Даже вот не просто фотография. А отпечаток пальца. Так что вот. Аплодисменты. 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 Так что найду эти номера, так скажем, у меня там мой LiveJournal, отдельно как-то, ну, в моем почтовом этом ящике, ну, больше, по-моему, не обязательно знать, в общем, короче, когда я тут сохраняла его, писала когда на моем странице в Facebook и сохраняла эту информацию, ну, для себя. Так что, а потом у меня, он уже спечатанный есть, я потом мой LiveJournal уже спечатала, вот, и там еще когда в эвинге, вот такая пачка, с мелким шрифтом, ну, такая вот, такая пачка бумаги. И я отдала ему Василию Вериановичу обуху. Что там еще написать, написать мои там эти документы, какие-то, ну, тоже надо важно, мне это надо вписывать. Ну, хорошо, я даже не знаю, social security, social security, ну, дойдет, он, как бы, наверное, как-то этот номер, что он есть, как-то, хорошо, граммикарта закончилась, а social security он должен, как бы, вот, остаться, потому что, в общем, вот, как там, я же кредит, я же платила кредит, например, за стол, за стол, за стол, что я могу делать с той покупки в мебельном магазине. Я потом срок оплачивала, услышала чек. Потому что, вы знаете, что, а, вот, что там еще все, Дима говорил, что какие-то они там мошенники, не мошенники, понимаете, как и Билл Гейтс, так и Варен Баффа. Вы знаете, что они запросили, они сказали, что, призвали мне, вот, извините, такую вот, эту штуку, чтобы быть мембершип в их, ну, как-то, знаете, в этой, в этой, в этой фондейшн, можно будет general member, или как-то там, в общем, с чем-то там таким заниматься, ну, знаете, вот такая вот, короче, а, вот еще, мембершип, короче, мембершип, вот, вот что, я же заслала документы, я написала от руки, вот, они заслали вот такой бланк специальный. Кстати, и Варен Баффет, и Билл Гейтс, мне пришли такие документы, но поскольку я не могла их распечатать, у меня принтер не распечатал, я написала им от руки, что, Александра, Татьяна, кстати, мой телефон я написала мобильный, 928 8088, вот, это прямой федеральный, который у меня был много лет, с 2000-го кодека, 8-го года, вот, так что, прямой федеральный, кстати, по этому номеру мне и Виктор Мишин звонил, как по этому, так что, прямой федеральный и Виктор Мишин звонил, так что, ладно, ну, какие-то дела. Вот, кстати, по этому номеру мне очень долгие годы звонили, спрашивали какую-то женщину, даже какие-то дети из-за границы звонили, спрашивали какую-то женщину, начальника, как я скажу, главврача в ходе больницы, точнее, главврача. Короче. И семнаски такие мне присылали по этому номеру, я, знаете, думаю, уже годы прошли, а там через семнаски как-то все, типа, примите в больницу такого, там сейчас должен как бы поступить в вашу больницу такой, это вообще все нормально, да, вот это вот? На этот номер присылали, я думаю, вот так вот взяла, а мне дали его бесплатно, когда есть такой номер, я взяла его просто, ничего не платила. В детстве уже с восьмеркой, там мужчина уговорила, что такое у меня бесплатно, дал номер с восьмеркой. Вот, пожалуйста, взяла такой номер. Метро спортивный. На этом не спортивный МТС. Как вы ходите в метро спортивное, переходите дорогу, напротив этого стадиона, напротив стадиона, где играется этот футбол. А вот, в этом МТС я скажу, на каком столике я там еще сидел с кем, ну, знаете, там входишь в такая комната, комната. Короче, даже помню, за каким столиком этот мужчина сидел. Вот смотрите, там где прямо был стол, проходите до конца и налево, до конца и здесь налево, налево был стол. Вот это столиком, знаете, там уже по номеркам или как-то в следующей очереди. Там будет несколько этих операторов. Это я для чего говорю? Мужчина, вам ждете меня вспомнить, чтобы это номер и так далее. Почему вы можете спросить меня? Это к чему? Это было давно, это было один сетей назад. Потому что я даже помню, заходил столом и сидел. Так что вот. И меня он должен был запомнить, потому что я вам все говорю, ну, давайте там еще посмотрим. Ну, давайте там еще посмотрим, понимаете? Вот села к нему. Я говорю, давайте с восьмерками, давайте еще с восьмерками посмотрим. Понимаете? А что там еще? Давайте еще пониже посмотрим, что там еще получше здесь номерами, понимаете, да? Ну, и микокорорки. Ну, на метро, как бы я приехала на метро, а здесь, смотрите, пешком, я вообще не знаю, как ехала, здесь, ну, это между тем, маршрут, пусть понимаешь, или пешочком, и здесь, конечно, хорошая погода, до Комендантского метро пешочком, ну, если хорошая, то есть такая обувь, такая очень, то есть, конечно, там на каблуках, конечно, маршрутку поймал, подъехал, быстренько, а так пешочком, пешочком до этой, до метро Комендантского, и здесь буквально несколько остановок туда, спортивную, и там, в принципе, ну, знаете, поначалу, это, конечно, ловила машину, там что-то подъехать, а потом, конечно, пешочком все ходило, и здесь пешочком, на метро пару остановок, и там, конечно, пешочком далековато, особенно через мост, конечно, в такую погоду, когда, ну, знаете, питерская погода какая. И ремонтом, сколько я там занималась, в моей паштели, все там ездила. Там же мужчина, Сергей, мне помогал, с тумбочкой, тумбочку у меня реставрировала, потом еще просила, знаете, золота покрасить, я там же сделала дизайн, и там, вот спросите у Василия, Василия вот скажет, там такая вот, как второй санузел, она вся у меня была золотой краской покрашена, мне это Сергей красил. Честно говоря, у меня вебиляя все стояло, и я вот просила за этих баллончиков залить это все золото, честно говоря, когда он это заливала, надо было, конечно, что-то такое, но я сказал, что он привычный к этому. Честно говоря, там такое вот это стояло, такой запах там стоял, но он мне залил, залил, сколько там, вот это вот красотина такая из этих баллончиков, честно colleague, вы понимаете? В общем, как-то вот так вот. Потом, конечно, приоткрывала я форточку, когда у меня это заливало, я в квартиру закрывала, и, конечно, я, в общем, там это уезжала, чтобы это как-то промедривалось по слову, конечно. И потом, конечно, это, что эта штука оседала. В общем, как там, как это, ну, золото оставалось, а какая-то вот эта штука, такие темненькие, они оседали, как-то вниз. Так что вот. Потом уже там сама тумбочка накрашивала. Даже, даже вверх вот этой тумбочки помню. Думаю, хорошо, такси вызвала, потому что такси подъехало уже почти. И я, знаете, вверх тумбочки моей золото заливаю, знаете, там, как-то побрызгала несколько минут, и потом уже этот запах пошел. А я без этих штуки, как запах пошел, честно говоря, уже срочно нужно выходить, дверь закрывать. Вот, мы были, да, и уже, конечно, потому что запах, в общем, запах, конечно, такой, что, в общем, как-то вот так. Вот соседка-то там на ручку была в гостях, мужчина, он мне сказал, что он в Финляндии, в Финляндии живет, имеет там коттедж, что-то такое. К ниже, даже у соседки я была в гостях, она меня пригласила, годами звонила, мы всегда по телефону общались, короче. Ну, иногда она, например, мне звонила, раз в 2 года, там, как-то вот. Мужчина наверху, по-другому своих строителей, он говорит, вы собираетесь делать ремонт, у нас там такая бригада хорошая строителей. Ну, у него там забор, знаете, вот это вот посредине. Здесь я вам расскажу. Как входите, ну, а там у него была полностью по-другому квартира, он там стенки, часть стенок снес, но, наверное, на этом уже решили, получила, не знаю. Короче, как входите, посредине там была плитка, то есть сач, что-то еще, что-то какая-то, вообще, что-то фирменная какая-то такая плитка, что-то такое на полу. И вот в этой комнате, где-то столовая, столовая, гостиная, посредине вот эти какие-то отводы, воздухоотводы, как, знаете, как в этих, как в этих дорогих ресторанах, такие воздухоотводы, и посредине это плита, плита с такой вытяжкой. Понимаете, да? И здесь у него все это закрыто, как-то здесь вот закрыто, и вход уже в санузел, санузел и во вторую комнату, уже через большую комнату, там слева. А, еще было снесено, он, по-моему, там еще балкон стоит, он, короче, там на балконе сделал себе рабочее место. У него как бы это все снесено было. Вы знаете, как тут снесено, да, понимаете, у него не было там вот этой лоджии, но у него там это все было снесено, и здесь стенка вот такая, чтобы туда, туда пойти, через вот эту большую комнату и вот туда. Так что, вот. Ну, такой невысокого роста мужчина, от средних лет. Ну, когда мы с Сергеем работали, встречалась соседка. Та, которая в тупике, а с ребеночками, я видела с ребенком, с маленьким. И вот, встречалась. Ну, однажды, где я открыла, вот, однажды я с ней поговорила. Она же сказала, что она из Москвы. Я говорю, ну, а я, говорю, вот, я делаю ремонт. Вот, а однажды она встречалась, а Сергея ей открыл. Вот, Антон, что она сказала, спрашивать. Вот, ну, плывок. Она попросила у него прикурить, что-то, говорит, там, что-то прикурить есть, наверное, да, конечно. А так, вообще, ее летом видела, однажды Лена, когда мужчина за ним приезжал, и что-то такое. Она, говорит, была, ну, понимаете, давно, да, как в этих годах. Вот, в 2008-2009 годах. Ну, вот, конечно, Лена ее как-то видела. Она, конечно, такая очень симпатичная, в принципе, симпатичная. Грудь такая большая, вот, и летнее платье у нее было. А, еще какие-то гости у нее были. Одна же там пришла, а ремонт это был в 2009-м году. Ремонтом я там занимала, сама, потому что подкрашивала. Вот, хотя у нее гости были. В гости были, какие-то сумки там носились, продукты, какие-то гости, вечеринка, может, что-то там такое. Так что, вот. А уже потом, в 2016-м году, ну, когда мы с Василием Ильяновичем туда ездили, я смотрю, из этой квартиры дверь поменена. У той была, знаете, вот эта дверь, с которой, ну, с которой построена. Вот. Я тоже ее однажды видела. Ну, в которой, знаете, ну, там всего три квартиры в тупике. Моя, которая самая первая, слева, потом еще средняя квартира и дальше. Вот эта женщина, которая, с которой у меня стенка гранична, тоже ее видела такая за средние лет. Ну, только среднего, среднего возраста, маленького роста, женщина, вот, тоже мне говорят, что она у меня. Сергей Николаевич тоже, что он за границей работает, за границей живет. Ну, в общем, так, я с ней, как ты, поговорила, однажды, около там, то встретила, около выхода. Мы все так прошлись, ну, так, очень, как-то там, небольшого роста, очень, как-то вот эта. Ну, вот. Видите, тогда в черном пальто, я там, в основном, это, знаете, в черном пальто, с капюшоном, в сапогах, в каплуках. В черном сапогах, в черном пальто, с капюшоном. Я это пальто Василию Леновичу отдала. Я это пальто покупала, сейчас вам скажу, я это пальто покупала на пионерской, в торговом центре, вот там вот, как там называется, дом, как он дал, дом. Вы приходите с пионерской, сразу туда, где был секонд-хенд, только вот не с той стороны, а вот здесь, а здесь тоже секонд-хенд был. Так что вот. Вот такие дела, просто шикардос, как вы понимаете, да? Конечно, после Америки, вот так вот, потом, знаете, это пешочком, и в морозы я там пешочком ходила, мои вещи там разбирать, и зимой все такое. Ну, я вам расскажу, вам еще расскажу. Так вот, там, цептор магазина открылся, с обратной стороны коробки были цепторы, мне нужна была пара, я из больших коробок, маленькие переплакивала, я там, знаете, такие еще несколько коробок там брала зимой. Ну, а знаете, с обратной стороны цептора, там они складывают, знаете, наверное, эти кастрюли, что-то прибудут в коробках, они потом даже спаковывают, и складируют прямо вот так вот коробками. Ну, пустыня. Ну, так что, это была я. О, а еще там была на празднике, в 2008 году я была на празднике, однажды приезжаю, шатер раскину посередине. Мой, в общем, там такие драгоценности, приезжал, даже в начале, в принципе, в сун, такой мужчина, ну, такой, ну, понимаете, да, с женой вроде. Ну, с кем-то он там был, в начале, в принципе, в сму, или начальника спокойно, шатер раскинут посередине, еще не драгоценности, там у тебя женщина рекламировала драгоценности, там бесплатно, так вот покушала, понимаете, шатер раскину, в общем, все такое. Я как раз пришла, я такая, Сергей Николаевич спросила, в общем, это, ну, где так как-то присоединять, все что такое, я там пошла немножко переоделась, ну, и вышла там, и тоже там присутствовала на этом празднике, вот. Ну, как-то, ну, что-то там, через чего это было, я же не знаю, наверное, летнее какое-то такое, что-то там такое. А, есть вот коллекция, коллекция драгоценностей, там можно было, там, девушки ходили с коллекциями драгоценностей, это можно было, если что нравится, можно было это померить. Ну, как-то, если заинтересовался, это, конечно, можно было купить, вот, ну, померить, что-то там такое, с бриллиантами, ну, что-то такое. А потом еще был детский праздник, в 2009 году и был детский праздник. И уже этот детский праздник отмечали у меня уже почти под окнами, был распинут шатер, прямо у меня под окнами. Была шумно, музыка, шарики, дети. Так что вот. Это было летом, в 2005 году. Еще я там познакомилась с женщиной, она сказала, что их там две квартиры, одна отремонтирована, другая без веноты. Знаете, там вот это, когда входите, налево есть такой, сразу подъезд налево, такие там высокие-высокие, такой высотные, какими-то большими видовыми окнами, что-то там такое. Она сказала, что это там одна от этих, как бы их. Кстати, когда мы встретились с Виктором Мишином в 2016 году, в марте, я ему сказала, что я продаю мою парковку и мою квартиру. Да вот. А что он мне сказал, что он тоже продает свою вторую квартиру. Он сказал, что мне в рынках он сказал, что он в этом, то есть не помню, но, знаете, он мне в каком-то году, в 2009 году показывал, что у него есть квартира. Там, знаете, там, где без лифта, когда он входит сюда, на Волковский, сразу внизок, направо внизок, и вторая, вторая парада, знаете, вот такая вот, там несколько этажей всего, вот, и там лифта нету. И он мне показал последний этаж, и такие, знаете, такие вот там, вот это, он меня пригласил, показал эту квартиру, вот, и она была без ремонта. Я так поняла, что она с ним в 16-м средстве, но сказала, что он тоже продает вот эту квартиру без ремонта, да, вот. Так что, Воня. Ну, что там еще интересного? Ну, что там женщина, ниже этажом, посредине в квартире, вроде как она недвижимостью. Я видела, вроде как она недвижимостью. Недвижимостью занималась, а так, выше этажом, выше этажом. Мне эта соседка, которая ниже, сказала, что выше этажом, там, из квартиры, которая посредине, ее кто-то сдает, ну, там, отремонтировали, в общем, сдают квартиру, которая посредине. Как-то вот так, что-то там такое. Ну, я вот припомню сейчас, припомню, я тут уже женщину видела с мужчиной, который снимает эту квартиру. Эта женщина была похожа на эту, примерно, Валентину, и которая была одетна у этой Лены, которую я продала ему квартиру, десятую. Я думаю, что ладно. Ну, чисто внешне, ну, так, ну, из-минус. А также, конечно, там, летом и девятого года, здесь пешочком, пешочком по набережной, пешочком по набережной, на спортивную, несколько остановок на метро. И здесь тоже пешочком, от комендантского, пешочком сюда, в мою, в эту квартиру. Ну, а с вами зато и прогулка. Вот, как говорится, сразу-то и прогулка, и свежий воздух. Ну, сейчас видео загрузится уже, 21 час, 25 минут. Ну, и, конечно, детская площадка. Из окон, с левой стороны, конечно, там-то горка, детская площадка, была у меня, в моих окнах, там-то детская площадка. Так что, вот, которую Сергей даже фотографировал. Ну, да и плотник. А, кстати, вот этот Сергей Плотник, мечты, знаете, поскольку я этим позитивным мышлением, еще что-то, он, знаете, думочкой занимался. Честно говоря, я у него спросила, в принципе, о чем он мечтает. Он сказал, что, знаете, мечты Плотника меня просто удивили. Ну, как-то я вот к слову, я вот, знаете, а вы, может, о чем-то там, вообще-то, в общем-то, как-то я у него спросила. Он сказал, что да. Ну, я, говорит, мечтаю иметь самолет. Вы понимаете, да? Понимаете, вот этот плотник, который делал ту бочку, которую я подарил Проспере Триточке Ру, его мечты иметь самолет. Ну, я не знаю, надо ли будет еще кого-нибудь спросить, о чем они мечтают. Понимаете, я, честно говоря, даже, ну, даже, это как представить, что, ну, я, конечно, не знаю, может быть, это был подпольный миллионер. Знаете, есть такие прикидываются, знаете, как фильмы, когда я смотрела, прикидываются, я такой, вообще ничего нет, типа Плотник, там, это что-то там такое. А сам, знаете, так вот, это вышло, там, на БМВ с охраной, ну, фильмы такие вот есть. Если, конечно, вот так, но тебе, наверное, не скажут, что вы, честно, мечтаете на самолетах, в общем, знаете, артилыки немножечки неожиданно застало, знаете, вот это вот. Ну, в общем, как-то вот так, может быть, какой-то такой подпольный был миллионер, типа я тут вот это, вот это, а сам как это раз, так же там прыгнул, понимаете, не знаю. Из Алма-Аты был, из Алма-Аты, вот такой, знаете, у меня даже фотографии побывают, укладывали на моем странице в фейнбуке. Чёрные глаза, чёрные волосы, был похож, знаете, которые в Алма-Аты, но не совсем, знаете, они такие более, как-то вот это, вот такой, такой типаж не совсем из Алма-Аты, но как-то близко, в общем-то, ну, уже сказал, что это там жена, что-то такое, в общем, жена. Ну, единственное, что здесь, знаете, с энергетическими напитками, с пивом приходило, иногда не приходил, иногда приходилось этим пивом, короче, я пиво выпил, а это всё такое, знаете, всё это вот такое, ну, вы пробовали, да? Вот, а иногда даже, вот, что там, типа опоздал или не пришёл, или там ещё что-то, а я вот это, в общем, как-то вот. Так что, вот. Просто, хотела я вам сказать, ну, не к столу, ну, да, вы же знаете, мыла отёма, что была в мае 2000, вообще, девятого года, что вообще была, вот эти, в полугода, в первые 2009 года, просто, ну, не хочется как-то это к столу, я пошла. Поэтому я вам скажу метафорично, вот это вот всё, вот это вот, что я, там, площадка, дети, там, вот это вот всё. Называется зачищен банкет, вообще всё на цвету такое, ну, не будем, не будем матами, надо позитивом, это всё, куда это, в общем, в общем, вот это, так что, ну, вы там знаете. А, на другом диске, на другом диске Наталья Правдина в каком-то там году говорила, что такая энергетика Земли, мне вообще нужно молиться, и вообще там какие-то, вот это они выезжают. А, слушайте, смотрите, вот загружаю, загружаю моё видео, загружаю моё видео. Смотрите, загружаю, загружаю. Сейчас опубликоваю на моей странице ВКонтакте. ВКонтакте. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Сосед стучался, я вышла, там эта дверь красит. Сказал Борис Николаевич, что это из нашего ЖЭКа красит дверь. Правда, там покрасили, но так и не совсем, не полностью покрасили, там не стали они покрашены, не совсем. Такой светлой краской. Когда я выходила, дверь была закрыта на замок. Так что вот, две рекламки у меня было в моем почтовом ящике, я выкинула, как-то вот так вот. А, у первой парадной, когда я возвращалась там, я эту женщину, по-моему, и раньше видела, она с такой собачкой, с маленькой, белой, с рыженьким, вот, она с велосипедом была, с велосипедом и с собачкой. Так что вот, такие вот дела, на газоне я там пошла, на газоне тоже люди с собачками гуляют. Так что вот, ну, обратно я так вот прошлась там, знаете, по двору, там где-то эти асфальтовые, асфальт, как там, ну, как называть, из оплатки этого асфальта, мимо кафешки, мимо, в общем, вот там вот, мимо своих окон прошли, потому что там кошечка хотела, после я посмотрела, там, где она кошечка лежит, я думаю, может, это кот. Ну, вот, я подошла к ней, говорю, киса, киса, оказывается, это беременная кошечка там. Ну, вот, так что вот, ну, она так немножко отошла, в общем, как-то так она. Так что вот, вот такие вот дела, там видео сейчас загружается, это вот я снимаю трехчасовое видео, так что вот. А, в общем, короче, замороженное я 100 рублей, 100 рублей дала кассиру, женщине, она мне дала 50 рублей с дачи, 50 рублей с дачи, так что вот, вот такие вот дела. Сейчас я вам покажу эти чеки, вот это один чек, это, это один чек, это второй чек. Сейчас посмотрим. Да, 49,90, мороженое, 49,90, вот, и 50 рублей, 25,06, 19, 19, так что вот. Вот этот чек, чек тоже, что я на мой телефоне, на мой телефоне положила, положила, так что вот, 50 рублей. Что тут еще пишут интересного? О, здесь даже есть, не совсем, знаете, свет такой, как бы вот это, Лариса, Лариса Юрьевна, Бочерникова, в общем, кассир Бочерникова, Лариса Юрьевна, так что вот, это в призме. В общем, Долгоозерное, дом, дом 14. Вот это время пишут, 22, ну, здесь отрезка, да, отрезка на эту штучку, 50 рублей, номер транзакции, терминал, чек 799. Чек 799, это вот, это оплатила я мой номер телефона, 50 рублей за машину, так что вот сейчас пойду кипятить чай, кушать мороженое, кушать мороженое. Нет, этот мужчина как-то так, он сказал, что-то там такое, но, судя по всему, это ваши деньги. Вот этот вот, который, как-то он как-то интересно вообще так выразился, с этим рублем, с этим рублем. Но больше всего интересно, смотрите, предположим, если это не его, зачем он поднимал эти деньги? Предположим, если это мои, я сама, ну, как-то вот это, да? Если это его, он должен был как-то это сам, вот это вот, а поднять, чтобы, в общем, как-то это странно выглядело немножко, в общем, как-то так. Так что вот, вот такие вот дела, вот такие вот дела. Ну, офис МТС, там очереди в этот автомат не было, ну, стояло два или три человека, ну, там где вот эти вот мужчины, ну, как бы там вот МТС, где там вот эти, обслуживают, так скажем, как они называются, администраторы. Администраторы, они как-то работают в этом офисе МТС. Так что вот. А так, в общем, народ гуляет, в общем, как-то так народ там ходит, в общем, как-то так молодежь, в общем, как-то, в общем, это кафешка открыта, гречка. А, вот еще что, вот еще что, когда я входила в эти раздвижные двери, как там, пяти озер, навстречу сюда аж, я входила, а мужчина выходил, ну, может, ну, с кем-то выходил, там еще кто-то рядом с ним был. Такой высокий, симпатичный, метр девяносто, наверное, такой мужчина достаточно молодой выходил. Вот что я еще заметила, такой еще важный момент, такой. Так что вот. А так, как обычно, в призме, на любой вкус, там, знаете, вот это и овощи, и фрукты, и продукты, и сладости. В общем, как я посмотрела, там, думаю, может, сметану со скидкой. В общем, кажется, еще много продуктов, фруктов, овощей вообще. Как говорится, были б деньги, были б деньги, это купить. Ну, были б деньги, как говорится, в общем, это как-то. Ну, в принципе, знаете, наверное, кроме денег еще надо здоровья, пойти туда купить. Быть здоровым, чтобы это кушать, в общем, как-то вот так вот, да? Ну, в любом случае, были б деньги. Если бы я, конечно, пошла туда, и у меня было бы там куча денег, ну, я не знаю. Я бы там много что купила. Ну, поскольку у меня бадж. Ну, поскольку у меня было бы там, ну, я 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 бы там.